Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс, где каждый день мы постим большое количество аналитического контента. Разумеется, друзья, вам в помощь для того, чтобы вы лучше ориентировались на финансовых рынках и имели больше аргументов, необходимых для принятия торговых решений. Сегодня в 16.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы обсудим ту тему, которая прежде всего интересна вам. Поэтому в нашем телеграмм канале сегодня до выхода вебинара, до начала прямого эфира мы проведем голосование, предложим несколько тем и, соответственно, та, которая больше всего голосов от вас получит, станет центральной в ходе моего сегодняшнего выступления. Предварительно, друзья, эта неделя обещает быть очень жаркой, очень волатильной. Контролируйте обязательно риски, следите за загрузкой депозитов. Прямо начнем с этого, потому что впереди у нас заседание Резервного банка Австралии, решение по процентной ставке и, по моему субъективному мнению, потенциал роста австралийского доллара. Далее эстафету перехватит Европейский центральный банк, который проведет свое заседание параметра денежно-кредитной политики, уровни ключевой процентной ставки и пресс-конференции. Это все идет разом. Конечно же, евро точно будет очень волатильным в рамках предстоящих торговых сессий. И еще один важный релиз. Пожалуй, я ему отведу самое важное значение даже за последние несколько недель, если брать какие-то прочие фундаментальные события. Это индекс потребительских цен, уровень инфляции в США, от которого зависит тот вектор денежно-кредитной политики, который впоследствии будет проводиться американским регулятором. Но обо всем по порядку, тем более, что у нас есть возможность с вами видеться каждый день, поэтому держим руку на пульсе и без информации вы точно не останетесь. Сегодня у нас такой победоносный день для покупателей. Я надеюсь, друзья, то, что вы не мудрили на рынке нефти, не искали точки входа для продаж, не открывали короткие позиции и вместе со мной. Адекватно оценивали фундаментальный фонд, который сложился за последнее время, и, соответственно, смотрели только лишь на один горизонт, в котором бренд WTI станут дороже. Сегодня бренд 120 долларов 57 центов. Я думаю, что котировки будут еще выше, потому что мы видим, как рынок начинает активнее дисконтировать в курсе нефти, в динамике этого актива грядущий дефицит приложения. Ну, хотя дефицит предложения уже был ранее зафиксирован. Но, учитывая решение стран ЕС в рамках шестого пакета финансово-экономических санкций против России распространить эти ограничения на энергетический сектор России, конечно же, проблемы с поставками ухудшатся. Напоминаю, что это решение предполагает решение об эмбарго ограничения поставок морским путем. В планах Еврокомиссии сократить закупки нефти и снизить импорт, соответственно, углеводородов из России на 90% к концу этого года. Ну, кто знает, может быть, эти планы реалистичны, может быть, все-таки каким-то чудесным образом страны Европейского Союза смогут найти альтернативных поставщиков. Нам, конечно же, не очень сейчас интересно, что произойдет к концу года. Хотя, наверное, если бы у нас была возможность заглянуть вперед, никто бы не отказался. Но сейчас, друзья, мы говорим только об одном. Уход России, скажем, с европейского рынка – это то, что, безусловно, приведет к росту дефицита на глобальном рынке. И даже самые скромные оценки предполагают, что предложение может снизиться больше, чем на 3 миллиона баррелей в сутки. Этого достаточно, чтобы рынок рос, чтобы бренд WTI переписывали не только даже локальные максимумы. Многие считают, что очень скоро мы по рынку нефти сможем наблюдать даже рекордные значения. Страны ОПЕК+, да, повысили уровень нефтедобычи выше тех квот, которые ранее были определены. То есть, ранее, в соответствии с прошлыми договоренностями, страны ОПЕК+, готовы были увеличивать производство нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. Сейчас на июль и август объем по росту производства был поднят почти до 700 тысяч баррелей. Это в два раза выше, чем в прошлых договоренностях. Но рынок нефти проигнорировал это решение, поскольку текущий уровень нефтедобычи, который будет актуален, опять же, в июле и августе со стороны стран-участников аналитического пакта, он лишь компенсирует то недопроизводство, которое было накоплено за последние месяцы. И, поскольку я только что назвал, насколько может быть катастрофическая проблема с дефицитом предложения, такого роста нефтедобычи, скорее всего, будет недостаточно, чтобы решить эту проблему. Поэтому рынок как рос, рынок нефти так и продолжает расти. Другие финансовые активы австралийцев против американцев 0,7193 по австралийцу сейчас в моменте. Мы ждем, друзья, завтра заседание Резервного банка Австралии. Ставку повысит, потому что ее нужно повышать. Уровень инфляции в Австралии находится и остается на максимумах больше, чем за 20 лет сейчас. Превышает 5% и будет расти точно. Соответственно, по аналогии с действиями других центральных банков, решением проблемы высокой инфляции является ужесточение монетарной политики. Поэтому ждем цель 0,73. Американский фондовый рынок S&P 4128 пунктов. По-прежнему я, друзья, в лонгах. Я напоминаю, что моя стратегия сейчас на ближайшие дни строится из того, что я буду активнее покупать американца и буду прям вам рекомендовать это делать. Но только после заседания американского регулятора, который состоится в середине этого месяца. И когда я активнее начну лоббировать сделку по росту курса доллара, конечно же, я буду шортить и американский фондовый рынок. Но пока у нас больше недели еще ожиданий того, что ФРС проведет свое заседание и даст покупателям те решения, которые им необходимы. Это рост процентной ставки и, возможно, более агрессивное сокращение баланса. И вот этот временной отрезок, промежуток сейчас я буду использовать и продолжаю использовать руководствуясь тактикой «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». 4200-4300 пунктов – это цель по S&P. Европейская валюта 1.0723 – короткая позиция в приоритете. Жду заседания Европейского центрального банка в четверг. Я очень надеюсь на то, что все-таки потенциал роста евро уже исчерпан, и он был исчерпан где-то в районе отметки 1.08. Я допускаю даже, что евро может восстановиться снова до этого уровня, но несущественней, потому что все уже признали идею того, что Европейский центральный банк повысит процентную ставку. И я думаю, что существенно что-то в новостном фоне касательно корректив европейской денежно-фрейтной политики даже после заседания Европейского центрального банка не изменится. И настаиваюсь на то, что евро с этим окажется под ударом. И что касается еще двух активов, за которыми мы следим. Это индекс американского доллара 102.11 текущей котировки. И здесь можно загибать пальцы среди факторов поддержки, обозначая. Последнее выступление интервью с NBC заместителя главы американского регулятора Лайт Брейнард, которая отметила, что приоритетной задачей американского регулятора является борьба с инфляцией. И ее комментарии, как голосующего члена, разумеется, американского регулятора, еще больше усилили настрой тех, кто ставит на агрессивное повышение ставки на как минимум 50 байсных пунктов на июньском заседании. Плюс ко всему выступление и комментарии Лайт Брейнард последовали за встречей, которая состоялась в Белом доме между президентом США Байденом, главой Министерства финансов Джанет Йеллен и председателем ФРС Джеромом Пауэлом, которые обсудили текущую ситуацию с беспрецедентным ростом инфляции. И итогом этой встречи стали комментарии Байдена о том, что он не будет вмешиваться проводимую политику, он поддерживает план, обозначенный Пауэлом по ужесточению политики. И фактически можно даже сказать, что если ужесточение политики – это априори знак равного укрепления доллара, то Байден действительно дал зеленый свет укреплению американской валюты и тем решительным мерам, которые планируют принять Федрезерву для того, чтобы снизить индекс потребительских цен, не думая даже о последствиях. И здесь стоит отметить, что агрессивный настрой Федрезерва, он сейчас поддерживается еще довольно неплохим отчетом по Non-Farm Pearls, который вышел в пятницу. 390 тысяч новых рабочих мест в прошлом месяце было создано, прогноз предполагал рост на 325 тысяч. Оровень безработицы остался на показателе двухмесячной давности – 3,6%, но, как мы помним, это очень хорошая цифра, потому что ниже было только 3,5% до начала пандемии. На таком сильном рынке труда действительно можно активно повышать процентную ставку и пока что не думать о последствиях. Вот по этой причине, друзья, я не собираюсь сидеть в рисковых активах уже прям до посинения, несмотря на то, что ФРС будет повышать процентные ставки. Текущая покупка отдельных рисковых активов, с моей стороны, это очень рискованное предприятие. Просто так использовать желание, использовать краткосрочный потенциал перед тем, как снова сфокусироваться на долгосрочных сделках. Вот рекомендую вам, в принципе, делать то же самое, если вы, так же, как и я, смотрите в отношении австралийца и новозеландского доллара. Что касается индекс доллара, я не разворачивался, не метался от длинных коротких позиций. У меня всегда в портфеле была длинная позиция, и я знал, что индекс доллара вырастет. По золоту пока что лонг сохраняю, в частности, 1855 долларов за тройскую унцию сейчас котировки. И здесь также стоит отметить в качестве основных факторов роста последние отчеты от CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, где был зафиксирован первый за 7 месяцев роста длинных позиций. До этого преобладали короткие позиции. СМЕ, Чикаго тоже, оценка действий институционалов другого регионального рынка, там тоже впервые с 12 мая увеличение длинных позиций золота начинают верить. И плюс ко всему, почему я золоту даю все еще шанс вырасти и заработать, друзья, нам денег. Потому что впереди отчет по инфляции в пятницу, как я уже сказал, и золото, оно априори должно расти в период роста инфляционных ожиданий. Инфляция 100% вырастет, потому что растут цены на подержанные автомобили, на продовольственные товары и на цены на энергоресурсы. Этот рост был зафиксирован по итогам прошлого месяца, за который мы и получим как раз данные по инфляции. И в случае очередного сканчика индекса потребительских цен до 8,5-8,6%, я думаю, что золото это неплохо использует. Поэтому цели 1890, которых я придерживаюсь уже 3 недели подряд, остаются актуальными. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. И все недели увидимся чуть позже уже в рамках сегодняшнего дня. Всем пока!